Промышленная история этих мест началась еще в первой половине XIX века, когда возле села Ерина Михайловского уезда Рязанской губернии, на берегу реки Прони, на землях богатых известняком и глиной, был заложен Еринский портландцементный завод. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степ. Областная заброшка. Подходишь к заброшке, а возле нее пасутся овцы. Заехали на старый завод. Ориентировочно дата постройки этого завода – начало XX века, где-то до 1915 года. И очень симпатичные кирпичные трубы. Раньше это все было цементным заводом. Сейчас, к сожалению, уже остались одни руины, но на заднем плане можно видеть новые корпуса. Скорее всего, это тоже производство цемента. Вот такие вот древние кирпичные трубы. Особенно очень нравятся, как выполнены они у основания. Вот эта вот кирпичная кладка. Причем остались даже скобы, по которым можно подняться наверх, по крайней мере, на одной трубе. Мощные, красивые кирпичные цоколи. Здесь когда-то был просторный большой цех. Остались одни фермы, на которых крепилась крыша. Предприятие расширялось, и в 1913 году были возведены новые мощности по производству цемента. А вскоре после Октябрьской социалистической революции декретом Совета народных комиссаров от 28 июня 1918 года завод был национализирован. Сзади, за моей спиной, конструкция. Скорее всего, это была какая-то печь. А вот здесь находилась печь. От нее, очевидно, шел дымоход к самой трубе. В принципе, туда можно подняться, но рядом находится точно такая же труба. Можно сказать, с нормальным входом. Здесь тоже когда-то был дымоход. Но сейчас сюда без проблем можно войти внутрь трубы. Интересно, огромное количество отложений. Вот это вот все явно какие-то наросты, отложения, уже в процессе эксплуатации образовавшиеся здесь. И вот я внутри трубы. Здесь тоже весьма своеобразная акустика. И внутри, по стене, на самый верх идут скобы. Причем высота здесь достаточно приличная. Вот того места, куда подходил дымоход этой арки. А там когда-то вдаль уходили конструкции, которые были частью заводских корпусов, очевидно. И что еще очень интересно, вот вдоль соседнего корпуса образовался тоже своеобразный налет. Многослойные отложения, очень большой толщины. Все-таки очень интересно, из чего были выполнены эти стены. Это достаточно мягкая порода, похожая на песчаник, крошащийся, обложенный снаружи кирпичом, а поверх кирпича еще и в советское, очевидно, время облицовочной плиткой. В этот период завод неоднократно менял свое название и даже дал неофициальное имя поселку. С 1923 года предприятие называлось Сапроновским цементным заводом, а в 1928 году, по просьбе рабочих, ему было присвоено популярное в те годы название Спартак. Именно тогда рабочий поселок Октябрьский, образованный в 1927 году, где и был расположен завод местный, между собой стали называть не иначе, как Спартак. 4 трубы, словно 4 великана. А вот на трубе, которая, кстати, самая первая была построена, можно разглядеть дату строительства, 1913 год. На соседней трубе тоже есть цифры, но с этой точки, где я стою, они практически не читаются. Да, тоже похоже, 1913 год. Последняя цифра, кажется, тоже тройка. И очевидно, что вот эти три трубы, скорее всего, были построены в 1913 году, а крайняя труба, которую сейчас отсюда не видно, кирпичная, из красного, точнее, кирпича, она была достроена уже позднее. И вот я сейчас стою на одной из печей. Получилось по осыпающемуся грунту на нее подняться. Сзади меня как раз эти самые трубы. И отсюда можно более четко разглядеть дату постройки труб. Обе трубы 1913 года. Скорее всего, и третья тоже того же периода постройки. Вот это здание было построено уже значительно позже, в советский период. И говорит об этом не только более современный кирпич, но и любимая в советское время полупрозрачная стеклянная плитка, которой закрывали проемы для того, чтобы в помещение поступал дневной свет. Вот ее сейчас хорошо видно. Это была еще одна печь. И рядом с ней та, на которую я забирался, снимал сверху с нее. Завод занимал значимое место в советской цементной промышленности. Достаточно перечислить лишь некоторые объекты, промышленные и социальные инфраструктуры, в строительстве которых применялся цемент завода «Спартак». Калининская и Смоленская атомные электростанции, Рязанская ГРЭС, станции московского метрополитена, многофункциональный спортивный комплекс «Олимпийский» в Москве, дворец «Спорт Олимпийский» в Рязани и Рязанский перинатальный центр. Это уже здание советского периода. И тут долго гадать не надо. Сохранился один из лозунгов. «Слава великому советскому народу!» Под последним окном было слово «народу». В принципе, оно и сейчас с трудом, но читаемо. Интересно, что к этому заводу подходят достаточно мощные силовые кабели. Два по шесть киловольт, дальше это всё идёт на трансформаторы, и оттуда уходит под землю кабель-каналы. Хотя завод уже явно давным-давно разрушен, но не функционирует. Соответственно, отсюда это в кабель-каналах подземных уже куда-то электричество куда-то идёт. Интересно, что в этом здании располагалось несколько трансформаторных подстанций. То есть заводик потреблял немалой муфинности электроэнергии. Здесь здание, в котором находился большой зал с высокими красивыми арочными проёмами, с такими же арочными окнами. Из него можно было выйти в помещение, в котором была сделана такая вот необычная лестница. Тоже с высокими арочными окнами, через которые сейчас открывается вид на современный завод. И судя по этой кладке, здание было построено как минимум на старинном фундаменте. Вот это уже современная стена, современные блоки. Но само здание было построено на старинном фундаменте. Кажется, я дал очередной повод для обсуждения любителям теории затопленных или откопанных городов. За окнами открывается великолепный вид на реку. Заводик этот когда-то был построен на берегу достаточно широкой реки. Да, здание это явно старое, старой постройки. Причём здесь сочетается кирпич с белым камнем. Здесь достаточно интересная декоративная отделка здания. И уже современные советские окна из стеклянных блоков. Это, очевидно, был административно-бытовой корпус. Не совсем понятно, для чего здесь сделан такой навес. Тем более, что под ним не было расположено никаких дверных проёмов. Тут находился ещё один производственный корпус с обратной стороны того самого здания, которое историческое. От этого производственного корпуса шёл дымоход и уже современная кирпичная труба. Здесь был просторный производственный цех с достаточно глубоким, мощным подвалом. Вот это уже совсем современная постройка, в которой расположены ёмкости тот-то типа элеватор небольшой высоты. Точных данных о том, когда и по какой причине завод прекратил свою деятельность, найти не удалось. В некоторых источниках упоминается, что в 1997 году предприятие было признано банкротом. После чего его постигла печальная, но обычная для многих организаций того периода участь. Большинство цехов и оборудования были демонтированы и распилены на металл. С другой стороны заводских корпусов находится элеватор или, как его ещё обозначают на некоторых картах, цех готовой продукции. А вот здесь было небольшое автохозяйство, судя по вот этому гаражу, которое обслуживало завод. Окружают все заводские корпуса отходы цементного производства. Вот такими холмами это всё выглядит. И вот оно, здание элеватора, здание цеха готовой продукции. И вот я уже внутри этой грандиозной конструкции. Здесь опять же всё завалено отвалами о готовой продукции. Не знаю, как сказать, готовой продукции или это какие-то отходы. Особые умеются даже пытались проникнуть внутрь элеватора вот через это отверстие по такой лестнице. Но на самом деле внутри элеватора в себя представляют просто пустые ёмкости. Сбоку элеватора была лестница с его торца, которая, естественно, сейчас первый пролёт спилен. Здесь же рядом с лестницей был даже и лифт. Что, в принципе, совершенно неудивительно, потому что здание элеватора достаточно высокое. Нашли вот такой старый грандулет. Краска, Кременчугский автомобильный завод. Причём, что интересно, может быть, уже многие не знают о том, что двери, например, у него деревянные. Они сделаны из дерева полностью. Вообще кабина деревянная. Двигатель открывается, металлические листы и крылья. И двери снаружи, потолок кабины обшиты металлическими листами. А на самом деле сделано всё это из дерева. Такая вот красота. Интересно, что его ещё не разобрали. Похоже, там даже двигатель цел. Да, и даже движок цел. И что интересно, у него полностью цел движок. Здесь стоит V-образная восьмёрка. Сохранилась табличка. Не могу разобрать год выпуска, увы. Двигатель Ярославского моторного завода. Я МЗ. В принципе, всё навесное на двигателе цело. Даже приводной ремень цел. И вот, как я говорил, можно видеть, что кабина у него полностью деревянная. Просто обшитые железным листом деревянные двери. Кабина точно так же обшитая железным листом. Ну, а так в кабине всё цело. Все датчики, все приборы. Бензин, давление масла, давление в тормозной системе. Спидометр. Причём разгоняться он должен был до 120 км в час по спидометру. Амперметр. Температура воды. И даже есть усилие на всех педалях. Вот такое вот чудо. Коробка передач целая. А это, кстати, управление самосвалом, скорее всего. И стёкла можно было откидывать. На потолке какое-то одеяло. Нашли здесь ещё более раритетную технику. Карьерный БелАЗ. Вот таких машин вблизи живьём я, к сожалению, пока ещё не видел. Но похоже, что машина используется. Она очень старая, но явно на ходу. И ещё один БелАЗ. Вообще, столько раритетной техники на небольшом кусочке земли. Очень интересно увидеть. Причём вот эти уже машины похожи на ходу. Даже соляркой пахнет. Ну и детятка для масштаба. Хорошо смотрится. А рядом с заброшенным недействующим заводом Спартак сейчас функционирует новый завод, который строили китайцы. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и рассказать о нём друзьям. Это будет лучшей вашей помощью каналу. Ведь чем больше активности под каждым роликом, тем большему числу зрителей YouTube рекомендует это видео. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о моём новом лайк-канале. Будет ещё много интересного и всего вам самого наилучшего!